Глубоко уважаемые коллеги, хотелось бы обсудить вопросы диагностики, дифференциальной диагностики заболеваний печени, потому что они имеют большую актуальность и частота у пациентов разного возраста высокая. Иногда при лабораторных обследованиях в поликлиниках у пациентов выявляются изменения в биохимическом анализе крови, не всегда на них обращают должное внимание. Сегодня я хотела бы остановиться на перечне, на спектре тех заболеваний, которые могут протекать с изменениями показателей печеночных проб, с заболеваниями печени, какие заболевания стоит иметь в виду, стоит проводить дифференциальную диагностику, какие методы мы имеем и возможности для этого. В целом, хотелось бы отметить, что ранняя диагностика заболеваний печени является залогом успешной профилактики осложнений и развития стадий декомпенсации, таких стадий, как цирроз печени и гепатоцеллюлярная карцинома, которые относятся к финальным терминальным стадиям заболеваний печени. Большое количество неуточнённой этиологии поражений печени, наследственные заболевания, сосудистые поражения, алкогольная болезнь печени и другие могут приводить к гепатитам и другим изменениям со стороны печени. Здесь представлен перечень основных заболеваний, которые чаще всего встречаются в клинической практике. К ним относятся вирусные гепатиты, неалкогольно-жировая болезнь печени, алкогольно-ассоциированные болезни печени, аутоиммунные заболевания печени, следственные, лекарственно-индуцированные, токсические, лучевые, заболевания печени, которые возникают при заболеваниях. Сердце у пациентов с кардиологической патологией, у беременных женщин, ассоциированные с ковид-инфекцией и другими инфекциями. На данном слайде визуально представлена нормальная структура и архитектоника печени. И это архитектоника, которая видоизменяется с развитием узлов регенерации микро-макронодулярных, с деформацией сосудов портальной системы, создавлением желчных протоков, которые возникают у пациента с циррозом печени. Цирроз печени является необратимой стадией поражения печени, и поэтому возможные мероприятия диагностические, лечебные, профилактические очень важны для пациента. Здесь морфологически представлены стеатоз печени, который является одной из форм неалкогольной жировой болезни печени, когда у пациента, по данным УЗИ исследования, других визуализирующих методов биопсии печени, выявляются отложения капель жира в поранхиме печени. Причем следует отметить, что стеатоз печени может быть не только у людей с метаболическим синдромом, но и у худых людей с недостаточной массой тела. Стеатогепатит характеризуется следующей стадией неалкогольной жировой болезни печени, когда наряду с отложением жира присоединяется воспалительный компонент. И здесь на данном слайде видно, что вот эти включения темного цвета в поранхиме печени, это и есть воспалительная инфильтрация лейкоцитами, лимфоцитами, другими клетками, которые наблюдаются уже при стеатогепатите. Алкогольная болезнь печени, несомненно, нужно принимать во внимание и это заболевание. Здесь представлены опасные дозы алкоголя для развития этой алкогольной болезни печени, для мужчин и женщин разных. Но опять это индивидуально, потому что разные люди, разные расы имеют разную толерантность и разный уровень ферментов, которые метаболизируют алкоголь в организме. Если говорить про клинические симптомы, клинические портреты пациентов, то чаще всего алкогольная болезнь печени, это могут быть и мужчины, и женщины. Они могут иметь разные профессии. Если пациент говорит, что он работает водителем, это не исключает употребление больших доз алкоголя в выходные дни после работы. Это пациент, у которого наблюдаются другие признаки алкогольной полинейропатии, кардиомиопатии, недостаточности витаминов, признаки алкогольной интоксикации, поражения кожи, придатков кожи. Поэтому в совокупности весь этот портрет пациента вместе с симптомами поражения печени врача-клинициста может наталкиваться на мысль об алкогольной болезни печени. Какой-то процент пациентов с заболеваниями печени относится и связан с наследственными заболеваниями, которые чаще всего в Республике Беларусь представлены гемохроматозом и болезнью Вильсона Коновалова. Гемохроматоз – это заболевание связано с нарушением обмена железа и чаще возникает у мужчин средних лет к тому моменту, как накопится достаточное количество железа в паранхематозных органах и поражается не только печень, но и другие органы и поджелудочная железа с развитием сахарного диабета. Это гиперпигментация кожи, это нарушение потенции и поражение других органов. И в целом, как и другие наследственные заболевания гемохроматоз, проявляются системными изменениями и общими симптомами, такими как слабость, снижение веса, артрология, аритмия и так далее. Болезнь Вильсона Коновалова является тоже генетическим заболеванием, который чаще всего сопровождается не только поражением печени, но и неврологическими симптомами, связанными с нарушением обмена меди в организме человека. У пациента может быть тремор рук, один из симптомов болезни Вильсона Коновалова, дезортрия, нарушение координации, это офтальмологические признаки кольцо Кайзера-Фрешнера на роговице, возможно поражение почек и системы кровотворной. Еще одна группа, которую мы должны принимать во внимание, это лекарственные поражения печени. И здесь следует отметить, что не только прием лекарственных препаратов с известной гепатотоксичностью, но и прием витаминов, биодобавок, средств народной медицины, трав, может приводить к лекарственно-посредованному токсическому гепатиту и другим нарушениям функций печени. Из возможных проявлений заболеваний печени могут быть такие симптомы, как желтуха, увеличение живота, боли, дискомфорт в правом подреберье, слабость, повышение температуры тела, снижение массы тела, кровотечения, носовые, десневые. Один из симптомов, на котором я хотела бы акцентировать внимание, это кожный зуд. Наши пациенты иногда много лет обращаются к врачу-дерматологу с проблемой кожного зуда и не могут установить причину. Хотя в гепатологии кожный зуд может быть связан с повышением желчных кислот, которые раздражают кожные рецепторы у пациентов и вызывают эти симптомы кожного зуда. А связан или ассоциируется кожный зуд с симптомом холестаза. И для диагностики этого симптома необходимо провести анализы и обследование на щелочную фосфатазу и гамма-глутамилтранспатидазу. При осмотре пациента могут быть те же симптомы, доктор видит, и эктеричность или желтушность, склеры кожных покровов, гепатосплена, мегалию, асцит, отеки, гидроторакс, наличие сосудистых звездочек, венозных коллатеральной передней брюшной стенки, статус питания у пациентов нарушен, тоненькие ножки, ручки и большой живот, это различного рода кровотечения, гинекомастия, тоже являются характерными симптомами, но это уже чаще не признаками гепатита, а признаками цирроза печени. Что в целом для диагностики диффузных заболеваний печени мы можем использовать? Несомненно, это общий анализ крови у пациентов, опять в зависимости от этиологии, если это аутоиммунное заболевание печени, то возможно и панцитопения, анемия, лейкопения, тромбоцитопения. Несомненно, у всех пациентов с нарушениями печёночных показателей необходимо исключать вирусные гепатиты, и соответственно тестировать пациента наличие маркеров вирусного гепатита В и С. В биохимическом анализе крови возможно повышение уровня билирубина, печёночных ферментов, фалатосат, маркеров холестаза, щелочной фосфатазы и гамма-глутамилтранспептидазы. При снижении и нарушении печёночных функций у пациента наблюдается снижение протрамбинного индекса и снижение уровня альбумина. Кроме того, для проведения дифференциальной диагностики наследственных, аутоиммунных и других поражений печени у пациента, который впервые обратился с проблемой поражения печени, необходимо выполнить определение показателей обмена железа, это сывороточное железо, ферритин для предположительного диагноза, гемохроматоз, изменение показателей обмена меди, это циролоплазмин, свободной медсыворотки, суточная экскреция меди с мочой для того, чтобы предположить диагноз, болезнь Бильсона-Коновалова. Но сразу хочу отметить, что окончательная диагностика наследственных заболеваний она проводится с помощью генетической экспертизы. То есть вот эти анализы биохимические, они имеют диагностическую точность и ценность не в 100% случаев. Соответственно, если есть отклонение этих показателей у пациента с заболеванием печени, дальнейшая рекомендация – это консультация врача генетика. Повышение альфа-фетопротеина, которое может наблюдаться у пациентов с гепатоцеллюлярной карциномой. Наличие антинуклеарных, антимитохендриальных антител, гладкой мускулатуре, которое может наблюдаться при аутоиммунных заболеваниях печени, первичном билярном циррозе, аутоиммунном гепатите. Соответственно, при данных визуализирующих методов исследования УЗИ-фиброгастроскопия мы определяем структуру печени, размеры, состояние портальной системы, увеличение, расширение портальной вены селезеночных сосудов может наблюдаться при циррозе печени. Асцит – это признак портальной гипертензии в большинстве случаев. Наличие варикозных вен, пищевода, желудка, прямой кишки тоже является следствием портальной гипертензии. При других методах КТ, МРТ, эластографии печени мы, в общем-то, определяем те же показатели, которые при УЗИ и других визуализирующих методах исследования. И, в целом, хотелось бы направить практического врача на такие этапы оказания помощи пациента с заболеванием печени, которыми мы можем пользоваться, и мы это делаем, потому что пациенты есть тяжелые, пациенты, которые имеют наследственные заболевания печени, аутоиммунные заболевания печени, цирроз печени и нуждаются в трансплантации. Все эти пациенты должны быть консультированы в Республиканском центре гастроэнтерологии и быть поставлены на учет в регистре редких и наследственных гастроэнтерологических заболеваний. Но вот здесь представлен тот спектр шагов, этапов, которые может быть рекомендован пациенту с диффузным заболеванием печени. Это амбулаторный этап, это городское отделение гастроэнтерологии, которое находится в Гомельской городской клинической больнице номер 3. Следующий этап – это областное отделение гастроэнтерологии. Это республиканский уровень РНПЦ радиационной медицины и экологии человека. При необходимости подтверждения генетического заболевания мы направляем пациентов в медико-генетический центр с консультацией брака семья. Далее для проведения трансплантации печени пациент может быть направлен в Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии, гематологии. Генетическая экспертиза может быть проведена в РНПЦ мать и дитя. Кроме того, я уже сказала, при республиканский центр гастроэнтерологии для редких пациентов и тяжелых пациентов. И, несомненно, профессорско-консультативный центр Гомельского государственного медицинского университета, где ведут прием высококвалифицированные специалисты гастроэнтерологического профиля, которые помогут определиться с диагнозом, рекомендовать дополнительные обследования. Это тоже один из этапов обследования и лечения пациента с заболеванием печени. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.